Что за чёрт? Вылезайте! Скорее, вылезайте! Что? Пошли! Нет, нет! Нет! Нет, нет! 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 В последние годы на больших и маленьких экранах всё больше появляются фильмы и сериалы, снятые по книгам Стивена Кинга «Короля ужасов». Такие сериалы, как «Под куполом», «Одиннадцать, двадцать два, шестьдесят три» и «Мгла» с первых же минут притягивают к себе интерес зрителя своим сюжетом, качественной съёмкой, мистикой и спецэффектами. Правда, вот последний сезон «Купола» получился в плане сценария не очень, да и первой серии «Тумана» тоже, но давайте не о них. В этом выпуске я вам расскажу о долгожданной премьере этого лета, и это не мистический, а детективный сериал «Мистер Мерседес». Что за чёрт? Сериал рассказывает о небольшом городке в штате Огайо, где однажды произошло массовое убийство. Водитель на своём «Мерседесе» на полной скорости врезается в толпу ничего не подозревающих людей, собравшихся в поисках работы возле офиса крупной компании. Погибло 16 человек. Водитель автомобиля скрылся, а опытный детектив Билл Ходжес так и не смог поймать убийцу, после чего он вышел на пенсию. Спустя два года Ходжес неожиданно получает провокационное электронное письмо от своего давнего знакомого, в котором таинственный психопат насмешливо даёт детективу понять, что он долгое время следил за ним. Более того, злодей намекает, что в ближайшем будущем вновь кто-то умрёт под колёсами автомобиля. Вот только масштабы трагедии могут оказаться гораздо больше, чем в прошлый раз. «Я смотрел церемонию награждения на втором канале тогда. Ты был таким гордым и стройным. Ты запустил себя, но до сих пор гордый. Наверняка ты раскрыл сотни дел. Много громких дел». Сериал детективный. С первых же минут начинается сцена убийства, которая будет преследовать главных героев до конца сериала. После происшествия проходит два года и нам показывают, как убийца и детектив ведут одинокий образ жизни. Ходжес много пьёт, кормит свою черепаху, плохо питается и у него есть проблемы с мочеиспусканием. Это, наверное, отсылка к фильму «Зелёная миля». Ну, давай, блядь, давай. Такая же серая жизнь у Брейди. Мать у него алкоголичка, работа обыкновенная, а его руководитель вечно недоволен и постоянно ворчит на своих сотрудников. Что мне понравилось в первых сериях, так это то, что зрителю постоянно давали намёки, кто же сидел за тем Мерседесом, а под конец ты уже всё начинаешь понимать. И это действительно интересно. Во второй серии начинается игра в кошки-мышки, убийца Брейди против детектива Билла. Чем же всё закончится? Можете написать своё мнение в комментариях. Первые две серии понравились. Сериал пока дословно передаёт повествование книги, но может с минимальными отклонениями. Подбор актёров идеальный, исполнение хорошее. Режиссёр Джек Бендер. Он занимался такими сериалами, как «Остаться в живых», «Альгатрас», «Под куполом», «Последний корабль» и «Игра престолов». Роль детектива играет Брэндон Глисон. Он снимался в таких фильмах, как «Кредо-убийцы», «В сердце моря», «Гарри Поттер и Кубок огня», «Орден Феникса», «Грань будущего» и во многих других. А вот роль убийцы на «Мерседесе» исполнил английский актёр Гарри Тредовой. Он больше известен миру по своей роли в телесериале «Бульварные ужасы», где исполнил Виктора Франкенштейна. Серии радуют своими отсылками к произведениям Стивена Кинга. Например, был намёк на «Зелёную милю», Брэйди однажды пел песню из «Кладбища домашних животных» и, кажется, та черепаха, которая живёт у Билла, отсылает нас к «Тёмной башне». Что ж, первые две серии получились отличными, и я надеюсь, что дальше игра Брэйди с детективом продолжится в том же духе. Если тебе тоже понравился сериал, то поставь видео лайк и подпишись на канал. Ещё увидимся! Кто следующий? Субтитры сделал DimaTorzok